итак всем привет дорогие мои сегодня решила записать вам влог немножечко пораньше потому что вчера в пятницу настолько устала пока монтировал видео вышло соответственно уже ночью на улицу попыталась для вас что-то записать но честно могу сказать что была пятница выходной день и поэтому народу было очень и очень много индуска на меня так и гляну остров что это я тут делаю с камерой хожу вот народу было очень и очень много в пятницу везде и в парке waterfall где собиралась тихонечко посидеть и записать для вас влог и вот поэтому мне это просто-напросто вчера не удалось поэтому пишу влог уже сегодня в субботу честно говоря у меня очень сильный манраж потому что завтра я еду в центр шейха мухаммеда бенрашида где я буду брать интервью у местных арабов и поэтому я немножечко так даже побаиваюсь хотя вопросы я уже все составила на английский уже все перевела но вопрос я в принципе даже не составляла я взяла все ваши вопросы которые вы мне написали под моим постом в инстаграм практически все потому что и так вопросов получилось честно нужно сказать очень и очень много и на некоторые из них я буду сегодня отвечать сама в этом влоге потому что просто-напросто завтра я думаю что на интервью мы это все сделать не успеем потому что вопросов у меня и так уже получилось более двадцати причем в каждом из вопросов есть еще под вопрос и так скажем как будет выбираться лучший вопрос я спрошу завтра тех кого я буду интервьюировать какой вопрос им понравился более всего ну и собственно говоря именно они и выберут победителя в моем инстаграм потому что когда я поставила пост в инстаграм это было по моему в четверг честно не могу сказать того что не помню настолько закрутилась в эти дни что не пролетают я и даже не замечаю честно надо сказать вот поэтому в четверг по моему я поставила пост своем инстаграм получила я 38 8 сообщений от вас выбирала выбирала вопросы как-то пыталась их скомпоновать сгруппировать соответственно спросить все самое важное но думаю что в принципе именно все самое важное завтра мне и удастся спросить у местных арабов ну в общем как-то получилось все так то есть я собрала ваши вопросы перевела их на английский язык вот подготовила уже все соответственно камеры для съемки и думаю очень надеюсь что завтра у нас все получится но в любом деле как вы знаете постоянно бывают какие-то какие-то интересные детали в этом я уже убедилась даже когда я с туристами еду на экскурсию вы знаете время от времени случаются какие-то погрешности вот но самое главное не обращаясь на это внимание поэтому я надеюсь что чтобы завтра не случилось обычно так и бывает знаете где-то зарядка сядет в одной камере на я заранее приготовила несколько чтобы уже таких такие нюансы нам не помешали завтра снимать интервью вот поэтому я надеюсь что все у нас получится а самое главное еще раз повторюсь наверное для вас тоже это все-таки не видео каким оно будет а это все-таки та информация которая будет в этом видео потому что мне кажется гораздо интереснее смотреть какие-то познавательные видео из которых вы узнаете какую-то информацию чем просто-напросто смотреть картинки на экране думаю что вы со мной согласитесь пишите в комментариях под этим видео что вы думаете по этому поводу для чего я решила сделать это интервью дело в том что многие мои хитрые частенько пишут мне о том что я даю какую-то неправдоподобную неправильную информацию когда я сама смотрю интернет то частенько я вижу ролики о дубае об эмиратах в которых рассказывают о местных арабах в принципе даже не пообщавшись ни с одним из местных арабов скажем так да потому что информация которая идет в этих роликах она мягко говоря не соответствует действительности и вот поэтому тема моего завтрашнего интервью это будут мифы и сказки которые существуют в интернете о местах арабах то есть мы их будем завтра развенчивать благополучно причем развенчивать их буду не я а именно те местные арабы которые родились здесь которые жили на территории этой страны и которым есть что вам рассказать и я надеюсь что это интервью с местными арабами будет полезно в принципе абсолютно всем и вы наконец-то поймете что та информация которую я слышу прожив здесь 18 лет та информация которую я вижу так скажем прожив здесь 18 лет она вот такая и она отличается от той информации которая находится в интернете и который почему-то очень активно распространяются по всем российским сайтам для чего я честно говоря не знаю я вот здесь волосы просто убираю нас сильный ветер сегодня опять и и вот как бы постоянно мне портит прическу мою этот ветер так но сейчас немножко ценной информации для вас то что вы не услышите в интервью и те вопросы которые вы мне задавали отвечу буквально на пару вопросов на остальные ответы будут либо в интервью либо после интервью пообщавшись еще с местными арабами я сделаю может быть еще одно видео если что-то не войдет соответственно в то интервью которое будет у нас завтра и так был такой вопрос сколько стоят роды в арабских эмиратах рассказываю все зависит от клиники где вы делаете роды начиная от 10 тысяч дархамов что равняется где-то примерно трем тысячам долларов и выше то есть практически до 25-30 тысяч дархамов то есть еще раз повторюсь все зависит от больницы где соответственно вы будете рожать и конечно же хорошо если у вас есть медицинская страховка которая вам покроет практически все роды то есть вы заплатите допустим всего лишь 10-15-20 процентов опять же в зависимости от того какая у вас медицинская страховка то это обойдется конечно же вам гораздо дешевле чем если у вас нет медицинской страховки и вам придется полностью 3000 долларов даже платить самим то есть сумма в принципе не маленькая я не говорю что она очень большая но тем не менее и не маленькая следующий вопрос был о том заботиться ли здесь о пенсионерах и какую пенсию они получают сразу нужно оговориться что пенсию в арабских эмиратах получают только местные арабы пенсии выплачивается местным арабам а в размере 60 процентов от последней заработной платы причем вы знаете учитывается не полностью вся заработная плата а только basic salary то есть базовая зарплата которая обычно в два раза меньше той суммы которую местный араб получает на руки потому что туда добавляются еще различные бонусы ну в общем высчитывается ровно 60 процентов от базовой зарплаты и хотелось бы мне завершить это видео на такой не очень веселой ноте я бы так сказала те кто очень не рвется попасть в арабские эмираты не забывайте пожалуйста о том что вы никогда не получите в этой стране гражданство вы никогда не станете пенсионером в этой стране то есть никто вам пенсионерам здесь выплачивать не будет но тем не менее если вы целеустремленный человек если вы считаете что допустим за 10-15 лет проживание в арабских эмиратах вы сможете уже себе заработать достаточную сумму на безбедное существование в вашей стране то тогда добро пожаловать в арабские эмираты но обязательно все оцените и и взвесьте еще раз и опять же повторюсь не путайте туризм с эмиграции у меня на этом на сегодня все если вам понравилось это видео ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал у нас завтра в арабских эмиратах обещают дождь так что мы снова станем счастливыми людьми потому что счастье приходит в арабские эмираты именно с дождями если кто-то не знает то дожди в этой стране бывают очень и очень редко и поэтому местные арабы всегда очень рады дожди но мне на сегодня все всем пока пока с вами была елена шарова и забудай и 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 Субтитры подогнал «Симон»